Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим одно приложение из мира коммерции, которое на самом деле может быть очень полезно или даже необходимо и некоммерческим организациям и благотворительным фондам. Речь пойдет о функции обратного звонка или прямого чата с вашего сайта, который реализуется с помощью приложения Callback Hunter, то есть Охотник за коллбеками. Что такое функция обратного звонка или прямого чата? Это вот такой виджет, иногда назойливый, в углу сайта, который позволяет посетителям сайта связаться с вами в реальном времени. Тут есть несколько каналов связи. Есть чат, возможность связаться ВКонтакте, в Телеграм, можно написать на e-mail или, собственно, перезвонить. Виджет можно скрыть и сделать его менее назойливым. Иногда он будет вновь разворачиваться и выдавать какие-то напоминания. Культура использования чата с сайта в российском сегменте пока не развита, но сама по себе вещь удобная и со временем, особенно с развитием чат-ботов, все больше клиентов будут писать или спрашивать, а не искать что-то самостоятельно на сайте. Регистрация тут, как вы видите, предельно простая. Дальше идет уже, собственно, настройка виджета, которая делается в пять шагов. Настройки потом можно поменять, поэтому здесь сделаем все на скорую руку. Тут нам предлагают вставить этот скрипт в HTML-код сайта. Мы, естественно, воспользуемся для этого Google Tag Manager. Не буду рассказывать, как это делать, у меня есть отдельный скринкаст по работе с Google Tag Manager. Ссылку оставлю в описании. Единственный тип тега нужно выбирать пользовательский HTML. Когда будете делать, поймете, о чем я говорю. Итак, все вставили, все проверили, все работает. Давайте проверим код сайта отсюда. Ничего не происходит. Проверить код на сайте. Опять ничего не происходит. Ну ладно, сохранить и продолжить. А, вот, все. Все успешно установили, доступ активирован, здорово. Дальше нужно выбрать график работы, то есть отметить часы работы по дням недели. Соответственно, если обращение поступит во вне рабочее время, посетитель сайта получит уведомление от встроенного чат-бота, что сейчас не можем, но обязательно свяжемся и приложение зафиксирует обращение. Дальше настройка чатов. Давайте выберем пока только чаты, потом это все можно поменять. Переименуем менеджера чатов и добавим, например, еще одного менеджера. Это, кстати, тоже я, но уже под другой личиной. Тут ниже настройки встроенного чат-бота. Ну, такого примитивного, скажем так, чат-бота. Пока не будем их трогать, потом я вкратце расскажу. И последнее окно, настройка собственно виджета. Внешний вид, правила, по которым он будет разворачиваться и так далее. Тоже оставим на потом. И, собственно, все. Виджет установлен и готов к работе. То есть на сайте у нас появилось вот такое кое-что, которое можно развернуть и начать переписываться с менеджером, то есть с вами. Например, используя прямой чат. Я бы, кстати, отключил все остальные каналы и использовал только его. Сначала приходят три предустановленных ответа, а потом в чате должен появиться реальный человек, представитель компании. Как он появится? Ему, то есть вам придет письмо на имейл, который вы указали в настройках. По-моему, оно приходит только в первый раз. И перейдя по ссылке, у вас откроется интерфейс чата. Можно подключить уведомления. Вот, собственно, чаты. Отвеченные, неотвеченные. Тут все просто. Входите в чат, начинаете общение. Просто переписывайтесь с клиентом. Когда начинаются новые чаты, у вас появляются предупреждения в трее, уведомления, то есть не пропустите. Я сказал, что здесь есть несколько каналов связи, но самые единственные это имейл и прямой чат. Потому что если, например, клиент захочет общаться в Телеграм, то сначала он должен запустить, собственно, Телеграм, то есть могут понадобиться какие-то дополнительные действия, а это всегда плохо. Но если вы даже оставите Телеграм и клиент выберет его для связи, общаться вы все равно будете во встроенном интерфейсе. По чатам ведется история. По чатам и по звонкам. Звонков мы касаться не будем. Это платная фича, насколько я понимаю. А лучше в двух словах пройдемся по настройкам. Здесь переходим в мои сайты, редактировать и попадаем в настройки. Ну, то есть те первые пять шагов. С основным все понятно. Код виджета тоже мы его уже установили. С отделом продаж тоже все ясно. Здесь в настройке чатов можно подключать и отключать всевозможные каналы связи и настроить чат-бот. Поменять текстовую часть, время задержки ответа или удалить какой-то ответ. Можно добавить свой ответ на вопрос клиента. Дальше индивидуальные настройки. Это настройки внешнего вида и текстовой части. Интересная фича настройки механизма ловли. То есть тут по заверениям разработчиков работает интеллектуальная система, которая отслеживает поведение посетителя. И когда он максимально вовлечен или наоборот хочет покинуть сайт, она выкидывает ловца. То есть вот такой виджет в центр экрана с предложением связаться с вами. Ну вот собственно здесь можно настроить поведение этого ловца. Точнее подстроить. У нас уже не остается времени, чтобы рассказать все подробно. Но тут все на русском. В принципе понятно. А если непонятно, пишите в комментариях. Может сделаю еще один скринкаст. Вот такое приложение. Подключается просто. Работает безотказно. По уверениям разработчиков бесплатный тариф повышает конверсию сайта на 30%. Платный на 125. Нужно ли это лично вам смотрите сами. Мне кажется вещь полезная. Все любите друг друга. Отлавливайте коллбеки правильно и легко. Напоминаю свою просьбу. Если вдруг в вашей жизни что-то поменялось в лучшую сторону после просмотра наших скринкастов, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, расшаривайте видео.